Здравствуйте! В эфире программа «Диалог у озера» и с вами я, Вера Кучинская. Наш сегодняшний эфир будет всецело посвящен музыке, потому что у нас в гостях сегодня композитор, поэт, автор-исполнитель Олег Попков. Олег, здравствуйте! Здравствуйте, Вера! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Рад вас видеть! Мы вас тоже очень рады видеть. И хочется все-таки начать нашу беседу с вопроса, конечно же, о вашем творчестве. На вашем счету более 200 написанных песен, и все знают такие хиты, как «Жестокая любовь» в исполнении Филиппа Киркорова, это Кристина Арбака, это «Губки бантиком», «Бровки домиком». Наверное, все мамочки уж точно когда-то пели. Расскажу историю, кстати, про эту песню чуть попозже. А мне хочется узнать, может быть, какая-то песня вам особо дорога? Какая-то действительно связанная история? Чем вы так дорожите? Ну, мне близки все песни, потому что отчасти они все связаны с моей жизнью. Не все, конечно, это не автобиографичное, но очень многое из того, что со мной происходило, конечно, отражается в песне. Но самая, наверное, дорогая песня – та, которая еще не написана, потому что это, знаете, как город на вершине холма, к которому я всю жизнь иду. У меня есть, конечно, какие-то победы, какие-то не очень удачные песни, но вот я все-таки хочу написать что-то такое, и надежда на это есть, что прямо будет лучше, чем предыдущее. Потому что это вечный вектор, вечное движение, которое очень сильно меня мотивирует. Но вы меня заинтриговали, мне захотелось сегодня послушать историю, которая связана с песней «Губки бантиком». А, песня «Губки бантиком», да, рассказываю историю. Сразу говорю, что неофициальные данные, но говорят, что в тот год, когда вышла эта песня, по статистике рождаемость в нашей стране увеличилась на какое-то количество, на десятые доли процента. Но я очень за это рад и очень горжусь этим, что вполне возможно, что эта песня поспособствовала тому, что маленьких дебятишек в нашей стране стало больше. Губки бантиком, брокки домиком, похож на маленького сонного гнамика, а в голове с утра сто тысяч почему? Объясните, мама с папой с почему? Может быть, вы еще какую-нибудь песню подобную напишете для повышения рождаемости в стране? У меня есть еще одна песня, она называется, ну, название, скажем так, достаточно спорное, но песня очень милая. Ее споет Наташа Нападульская, песня называется «Ты знаешь котик, любовь наркотик». На самом деле там не про какие-то наркотики, а про то, что проснется человечек и скажет папа, и это именно песня про папу и про ребенка. То есть это надо послушать именно саму песню, сам куплет, сам припев. После этой песни она и сама родила? Это был как раз тот момент, да, когда вот буквально они были готовы стать родителями. Причем самое интересное, что бэк-вокал в этой песне пел Володя Просняков. Там есть такая партия, па-па, па-па-па. Вот он ее придумал прямо на студии, прямо ее спел. Ну, он неплохой аранжировщик, кстати. Неплохой, да, неплохой. И вообще музыкант очень сильный. Соглашусь с вами, полностью. А насколько трудно найти, ну, скажем так, своего исполнителя, который прочувствует то, что вы написали вот на 100%, чтобы было вот совпадение такое, скажем, в яблочко? Вера, вот вы прямо такой вопрос задали. Прямо про больное на самом деле. Потому что всю жизнь находишься в поиске того исполнителя, который максимально бы отвечал твоим чаяниям, требованиям, твоим надеждам. И, конечно, приходится идти на какие-то компромиссы. Потому что как ты чувствуешь, как ты видишь, не всегда получается воплотить, потому что зависит от многих факторов. Это, кстати, одна из причин, почему, в общем-то, я за последний год сам стал петь. Потому что я доношу песни именно так, как я их чувствую. В какой-то момент я понял, что я уже написал многим артистам даже не по две, а по три песни, что я иду по какому-то кругу, что я кому-то сделал там какие-то аранжировки, какие-то записи, я тоже начинаю повторяться. А полноценного, скажем так, полноценной реализации я не ощущал. То есть в какой-то момент мне стало не хватать. Я понял, что не должны страдать зрители, потому что, допустим, я не особо сильный вокалист. Я подошел к этому серьезно, как человек-максималист в этом смысле. Я пошел год, я занимался вокалом. Понятно, что какая-то подготовка есть. И только после этого я стал уже петь свои песни. Но я пою их так, как я их чувствую, как я хочу, чтобы они звучали. Поэтому, конечно, поиск артиста, поиск вокалиста – это вещь очень сложная. Приходится, конечно, приспосабливаться. То есть о песне, как вообще происходит поиск? Есть ли песни, которые вы пишете конкретно под конкретного исполнителя? Или вы пишете как бы для себя, для души, а потом уже подыскиваете? Раньше я для себя не писал. Раньше я писал для кого-то, каких-то конкретных людей. Может быть, я даже делил какие-то песни на возрастные, скажем так, и социальные группы. То есть песня для взрослых людей, песня для молодежи, песня для детей, песня модная танцевальная, песня шансон. А бывает так, что ты напишешь песню, и совершенно непонятно, куда она вырулит. Вот такая история была с песней «Я не Андрей». Потому что, когда мы ее записали, это был наш проект совместный, мы собрались. Я просто как продюсер выступил. И появилась такая идея записать эту песню. И она получилась какая-то такая очень непонятно удачная, непонятно неожиданная. И в какой-то момент Андрей Резников, это радиостанция «Рекорд», ну, знают все его в нашем городе и в стране. Он сказал, ну так это же Александр Рева. И я, у меня какие-то контакты реально замкнулись в голове. Я говорю, да, это действительно он. И получилось так, что вот эта песня, она была, скажем так, без владельца. Мы ее сами пытались каким-то образом продвинуть. Но я просто понимал, что Александр Рева, Артура Пирожкова, в силу его бэкграунда, в силу его магии личности, это получится гораздо лучше. И вот так вот получилось, что песня именно в его исполнении стала известна. То есть закручен сюжет бывает так, что не поймешь, откуда чего вынырнет. А вы много и плодотворно работаете с Татьяной Буландовой. Можно сказать, что вот это действительно тот человек, который вы нашли? Ну вот свой композитор, свой певец, ну уже, можно сказать, родные люди. Ну, в общем, да. Кто, кого нашел, еще вопрос. По-моему, это она меня нашла. Нет, мы нашли друг друга, на самом деле, в какой-то момент. Действительно, мы как одна команда, мы уже давно вместе. И в какой-то момент был какой-то у нас концерт, и я обычно на концертах с Таней пою какие-то свои песни. Я вышел и сказал, знаете, я вот посчитал, что я за все время, пока я с Таней работаю, написал 44 песни. Это те, которые уже записаны и выпущены. И в тот момент я вспомнил, что была еще новая песня, которую я написал на стихе Юлия Соломонова, называется «Прости меня, не проститься». Потом вспомнил и сказал, нет, не 44, а 45. 45 песен, да. И это, конечно, о многом говорит. И я безумно Таню уважаю и люблю. Она гениальная русская певица. Я считаю, такого голоса, такого тембра нет. И на горизонте я пока еще не видел. И буду с ней работать, и буду, конечно, писать ей песни, и вместе работать, добиваться новых успехов. — Наверное, одна из самых известных песен в исполнении Татьяны Булановой — это «Мой сон». — «Мой сон», да. Это безусловный хит. Но есть песни, которые не стали, может быть, такими популярными, но они очень сильные, на мой взгляд, эмоциональные. И вот они как раз попадают в ту категорию, о которой вы спрашивали, дорогие песни, дорогие песни для меня. Есть песни такая «Любимые цветы». Вот я просто помню, когда она вышла, «Радио Балтика» работала еще в формате поп-радио такого. И мы были в редакции, и просто показывали, не было тогда еще электронки такой развитой, и показывали просто мешки писем от зрителей, которые просили поставить эту песню. То есть вот такая бывает история. То есть не обязательно песня будет хитом, но ее будут миллионы просто любить. Просто если радиостанция не поставит песню, она, скажем так, не будет яркой какой-то звездой, но тем не менее любовь к ней определенного количества людей не ослабнет. Любимые цветы Ты больше не со мной И больше нет любви Она как день вчерашний Я вспомнила песню «Мой сон». Вот буквально накануне эфира я пыталась найти в поисковике, да, в интернете, вот вводишь «Мой сон» Татьяна Буланова. И там, как странно мне показалось, что только на одном каком-то сайте был указан автор песни. Только на одном. Ну, это уже победа. То есть вроде бы наш век современных технологий, все должно быть развито, информация должна быть доступна. Это я к чему? Вот, допустим, в советское время посмотреть записи «Песни года». Там композитор и автор слов всегда на первом месте. Их знала вся страна, фамилию, в лицо. Даже порой исполнители-то не всегда объявляли, да, кто выступает. А вот существует такая проблема сегодня? Ну, времена меняются. Конечно, сейчас, в общем-то, основную славу получают артисты. Не могу сказать, что это обидно. Это просто данность, которая дана нам уже в ощущениях. Просто сейчас, конечно, стало легче. Сейчас с помощью соцсети интернета ты всегда можешь заявить о себе как об авторе. Но, допустим, там, лет 15 назад, конечно, этой возможности не было. Я думаю, что это в связи с тем стало, что в советское время композиторы были такие, знаете, вот как титаны такие. Знаете, вот они вот могли решать какие-то судьбы и исполнителей, и своих песен. Их было немного, скажем так. На всю страну было там несколько мощных композиторов-песенников. Сейчас просто реально, ну, композитор может стать теоретически любой человек, да, как и певцом. Понимаете? То есть никто никого не останавливает. В этом, конечно, огромный плюс. Но в этом, конечно, огромная проблема. Потому что, когда люди занимаются, скажем так, от души тем, что они не умеют делать, не всегда у них это получается, но они считают, что это хорошо, они этот продукт выкладывают в сеть. У нас, получается, мы открываем плейлист, там, 150 миллионов песен. Для того, чтобы просто их услышать, мы просто, ну, физически не можем. А где-то среди этих миллионов песен, сотен тысяч, скрывается, может быть, гениальная какая-то песня, которую мы просто не услышим в связи с тем, что все просто, все пространство занято. Вот это один, как бы, из бичей современной цивилизации, что просто привлечь внимание к себе, это уже огромная проблема. Поэтому это просто то время, в котором мы сейчас живем, отражается. А как вы считаете, возможно, что-то изменится в будущем? Или это, наоборот, пойдет по нарастающей? Интересно. Вы такие вопросы прямо интересные задаете. Сомалия задает себя. Да-да-да. Я даже не думал об этом. Я надеюсь, что изменится в том плане, что есть возможность всегда о себе заявить. Сейчас, на самом деле, вот вопрос плагиата, да, это тоже, может быть, к этому каким-то образом относится. Сейчас достаточно, допустим, зарегистрировать песню в сети, где-то даже на гугле ее, заявить о себе, ты становишься автором, потому что остается цифровой слепок этой песни. То есть сейчас с этим, наверное, проще. Даже если твою песню кто-то нелегально пытается исполнить, твой файл, то ты получаешь как минимум информацию об этом, а как максимум вознаграждение. То есть в этом направлении, я думаю, будет развиваться, что все будут получать за свой труд. Если ты что-то стоишь, то ты зарабатываешь. Если нет, ну, работай дальше над своим творчеством. А мне вот, в свою очередь, интересно узнать, как все начиналось, собственно? Когда вы в какой момент поняли, что музыка — это то дело, которому вы хотите посвятить себя и свою жизнь? Ну, первую песню я написал в шесть лет. Это было... Ничего себе. Я просто помню, я уже, по-моему, в шесть лет пошел в музыкальную школу, по классу скрипки уже, по-моему, пианино было дома. Я первую песню написал, как сейчас помню. Встает заря, встает заря, заря забрежевела, пусть ты матрос, пусть ты солдат, пусть ты мальчишка смелый, но в эти грозные годы сразился ты с врагами, чтобы наша красная звезда была навеки с нами. Вот это первая песня, первая точка, которую я писал. И музыка была еще. И слова, и музыка. И слова, и музыка, да. Я на рояле ее играл и пел. Соседи были очень рады. Ну, а дальше? Ну, а дальше я перестал писать, потому что я серьезно занимался классической музыкой. Некогда было... Скрипка требует особого подхода. Ну, а потом где-то в 14-15 лет появилось уже движение такое в сторону какой-то вот поп-музыки, рок-музыки. И тогда я уже понял, что все эти мечты о том, чтобы пойти куда-то в какую-то другую сферу, они для меня... Они уже немножко не те. Я все-таки выбрал для себя музыку. Хотя многие меня отговаривали. Не жалею об этом. А отговаривали почему? Ну, есть такое мнение, да, что вот... Что все-таки музыкой не всегда можно заработать. И я с этим сталкиваюсь, что... Это большая редкость, если ты музыкант, и ты можешь себе обеспечить безбедную жизнь, какое-то будущее. Меня, знаете, когда один раз спросили, говорят, вы, говорит, кем работаете? Я говорю, я композитор. Они говорят, это понятно, работаете-то вы кем? Вот это им все сказано. Знаете, ну, я работаю композитором. Вот так сложилась и счастливая судьба, да, что мне как-то вот... Мне удалось сделать какую-то вот такую карьеру как композитор. Но перед этим была очень сложная пора. Ну, Олег, расскажите, пожалуйста, что вы почувствовали, когда впервые услышали свою песню по радио или там на телевидении увидели? И что это была за песня? Имеется в виду из известных песен, да? Ну, может быть, даже неизвестных. Вот вы услышали свою песню впервые. Ну, это знаете, как это... Серотонин, как гормон называется, да? Гормон радости. То есть это ощущение, конечно, эйфории. Когда ты понимаешь, что то, что ты вот вырастил, то, что ты сделал своими руками, вот оно, вот оно звучит. Конечно, это самый большой наркотик для исполнителя, для автора, когда ты слышишь свою песню. Особенно, когда ты ее сделал сам еще, это втройне, вернее, это приятно. То есть вот эти ощущения, они до сих пор становятся, не становятся, скажем, меньше и ярче. А вот это интересно, что с годами не притупляются эти эмоции? Нет, не притупляются. Просто раньше, скажем так, невозможно было отслеживать. То есть мы поймал какую-то станцию, и что-то случайно услышал, и как бы радуешься. А сейчас, скажем так, они можем все-таки притупляться в том смысле, что сейчас вся статистика доступна. Существуют даже боты, которые отслеживают эфиры. Ты можешь получать всю статистику, и есть сервисы, которые... Я вот, допустим, знаю, у меня приходит каждый раз сообщение, когда моя песня звучит в эфире. Буквально каждые 5-7 минут звучит моя песня в эфире радиостанции по всей стране. То есть каждые 5-7 минут приходит сообщение, там, там, там звучит моя песня. То есть любой человек может скачать себе такую программу? Да, это надо регистрироваться в специальном сайте, есть такой портал, да. Я не знаю, насколько там платная эта бесплатная услуга, поскольку я являюсь активным пользователем. То есть у меня там есть свой аккаунт, и я работаю с этим, и это рассылка на радиостанции занимается. И в то же время отслеживает эфир. Ты понимаешь, какая песня у тебя где звучит, и какие станции ее берут, какие не берут. То есть у меня эта статистика есть по моим песням. Интересно, до чего техника нашла, как говорится. Да, на самом деле потрясающе, когда вот тебе в Телеграме приходят эти вот сообщения, уведомления. Сейчас я хочу немного поговорить о вашем клипе. который на песню «Я надеюсь». Да, да. Я посмотрела этот клип, и у меня сердце сжалось, когда вы разбиваете гитару там. Так жалко, прям не могу. Да, гитара... А вы что чувствовали? Как музыканту разбить гитару? Ну, это была режиссерская задумка, потому что мы хотели там, предлагали разбить кое-что другое, но мы решили все-таки... Гитара — это символ... Надеюсь, не лицо? Символ... Нет, нет. Это символический такой. Гитара — это надежда, да? Гитара — это же способ выражения своих чувств. То есть это надежда, любовь. Это то, что вот ты разбиваешь, когда ты понимаешь, что ты бессилен перед тем, что человек тебя не любит. То есть мы все через это проходили. И когда ты вот... Это разбить и сжечь, вот это было самое главное. То есть вот то, что было связано... То, что было связано с любимым человеком, те песни, которые ты пел под гитару для любимого человека, то символически это было очень сильно, мне кажется. Поэтому пришлось пойти на жертву. Да, жертва-то такая... Ну, а вы как, с легкостью это сделали? Или все-таки рука... Знаете, у нас было, конечно, две гитары, на всякий случай, но и больше их не было. Поэтому пришлось подготовиться морально, чтобы сделать это все правильно и красиво. Поэтому в тот момент мы думали только о том, чтобы, во-первых, это все было красиво снято, во-вторых, чтобы ничего там, не дай бог, не загорелось, потому что это все-таки немножко... Хотя это все было на море, там все было, ну, как бы, очищено. Вот. Ну, в общем, об этом мы уже не думали. Это уже... Это все прогорело уже на стадии подготовки, кстати, там. Там мы просто исполняли. А где вы снимали этот клип? Это на Кипре снимали. Я думаю, сейчас мы посмотрим этот клип, с радостью покажем его нашим телезрителям. Да. Следующий свой вопрос я хочу задать, с таких слов стихотворения, да? «Наше имя Зенит, наше имя звенит золотым волейбольным звоном, и защита гранит, и подача летит у того, кто рожден чемпионом». Ну, это неспроста, я эти строки зачитала, потому что, я думаю, многие удивятся, потому что вы являетесь композитором официального гимна волейбольного клуба «Зенит» и еще и исполнителю. Да, ну, тут, на самом деле, текст написал Владимир Можайцев, да, Владимир Можайцев, который является пиар-директором клуба «Зенит». Это его текст, я написал только музыку. Но когда речь зашла об исполнителе, он мне сам предложил, говорит, ну, говорит, спойте, у вас типа получается. Я говорю, ну, давайте. И мне, в общем, было интересно, и я спел эту песню. Потому что мне понравился напор, который был в тексте «Сама игра слов», «Зенит звенит», и как-то вот у нас родилась такая вот история. А как вы вообще в целом получили предложение написать музыку? Опять же, знаете, как неисповедимо пути через каких-то знакомых, там кто-то вот обратился, они могли бы или выиграют, ну, конечно, могли бы. Вот так вот получилось, что как раз мне Владимир ко мне и обратился, и мы сделали вот такую работу. А сами болеете за «Зенит», за волейбольный клуб? Я очень люблю волейбол. К сожалению, я очень плохо играю в него. И у меня все время всегда есть такая мечта вот пойти просто поучиться хотя бы для того, чтобы на пляже где-то поиграть. Надеюсь, этим летом моя мечта осуществится, потому что я буду подходить. Вы знаете, гимн волейбольного клуба «Зенит», я имею к этому отношение. Давайте поиграем немножко. Вы знаете, у нас с вами схожие мечты. Тоже хочу хорошо научиться играть в волейбол. Ну да, чтобы это было с стороны хотя бы на каком-то минимальном уровне. Да, согласен. Ну, я еще и болельщик волейбольного клуба «Зенит», так что от лица болельщиков хочу поблагодарить вас за этот гимн. Спасибо, спасибо. Я рад, что он звучит на матчах. Да, это вообще просто непередаваемые эмоции. В этом гимне, собственно, есть слова у того, кто рожден чемпионом. А вот вы как считаете, чемпионами рождаются или все-таки становятся? Если перенести это на музыку, то вот чтобы добиться успеха, как вы считаете, что главное? Это талант и какой-то успех? Либо все-таки это огромный труд? Ну, мы рождаемся с каким-то набором качеств. Кому-то, может быть, весет больше, кому-то меньше. Но если на эти качества не наложить титанический труд, то результата не будет. Я считаю, что это соотношение природных данных, которые должны быть обязательно. Или, скажем так, желательно, потому что человек может быть не сильно одаренный, но очень работоспособный. В какой-то момент у него количество перерастет в качество. То есть в любом случае это работа. И тот, кто выдерживает этот марафон, тот становится чемпионом. Мне повезло, потому что я с шестилет окунулся в такую атмосферу именно работы, потому что даже мой педагог по специальности по скрипке, он всегда говорит не играть на скрипке, не заниматься, а работать. То есть мы всегда работали. Мы работаем, разучиваем партии, мы разучиваем какие-то пассажи, анализ постоянно происходит. То есть работа шла с шести лет, она не останавливается. То есть это все зависит от того, насколько ты погружен, насколько ты даешь себе своему делу, которому ты занимаешься. Ну и понятно, что есть еще момент какого-то везения, оказаться в нужном месте в нужное время. Но я тоже считаю, что в каких-то определенных условиях, если все делается правильно, что-то происходит. Может быть, мы получаем какое-то благо не оттуда, откуда ждем, а с другой стороны. Но мы что-то получаем. В любом случае это работает. А вот вы сказали про скрипку. Сейчас часто в руки берете скрипку? Честно не очень, но иногда беру. Я даже, кстати, есть такой мюзикл в Питере «Мастер и Маргарита». Я там музыку для него писал. Не много музыки, но вот там одну сцену очень интересную писал. И когда я делал рекистровку для этой сцены, я там какие-то скрипичные партии даже играл, потому что там было сложно это все изобразить в компьютерном варианте. Я поэтому где-то прописал это все на скрипке, да. Но не часто, конечно, беру. Потому что это требует, опять же, требует работы и практики. А скрипка – очень тонкий инструмент. Сейчас больше вокал. И мне очень все интересно, что связано с вокалом, потому что я в этом смысле перфекционист и пытаюсь все подноготную всегда вскрыть, докопаться до сути, потому что мне это реально интересно. И я чем больше я погружаюсь, тем больше я понимаю, что самый сложный профессиональный инструмент – это голос человека. Потому что если мы имеем дело с каким-то инструментом, у нас есть вполне понятный набор параметров. У нас есть, допустим, саксофон, есть тело самого инструмента, который резонанс вызывает. Есть мундштук, который формирует звук, и есть клапаны, которые высотность регулируют. Вот несколько, ну, по пальцам можно пересчитать, там, пять-шесть этих параметров. Человек, и для того, чтобы заставить человека звучать, это в десятки раз больше моментов. А самое главное – принцип. Тут, сам, честно говоря, с одной стороны легко, с другой стороны очень просто. В смысле сложно. Поэтому это очень захватывает. Вы знаете, мне очень импонирует ваш подход к работе. Я люблю, да. Мало что в жизни люблю, но вот работать люблю, да. В случае с песней «Любовь красавица», который исполняет Зара, да, все тоже это хит, и все его знают. Вы написали не музыку, а слова. Да. Там такие слова, что, мне кажется, мало кто догадывается, что этот текст написал мужчина. То есть композитор, поэт, творческий человек, на мой взгляд, должен быть еще и тонким психологом, чтобы вот это вот все прочувствовать и выдать такое. Как это удается. Помните фильм, о чем говорят мужчины, по-моему, Да, да, да. Когда главный герой там пытался придумать что-то такое подобное. Конечно, с одной стороны, это странно, с другой стороны, если ты этим занимаешься постоянно, скажем так, придумываешь для себя какие-то ситуации, моделируешь их. Я в детстве очень много читал, и просто мне с этим достаточно легко. Поэтому, конечно, наверное, именно поэтому мне удаются даже женские тексты, хотя за этот текст конкретно вот люди, которым я, скажем так, показываю эти тексты и музыку первый раз, некоторые мне говорили, ну что-то типа «Любовь красавица» какой-то очень странный, не знаю, соотношение какое-то. Ну почему? Хотя, хотя мне показалось, что изначально, что это реально очень красиво. Поэтому я их в этот, в тот раз я их не послушал, и песня получилась. И правильно сделала. Правильно, правильно бывает, да. Ну у всех же, знаете, свои как бы. Да, мне кажется наоборот, что это очень точное описание для такого чувства, как любовь. Да. Это может быть где-то даже синонимы. Вот, ну, знаете, всегда есть элемент сомнения, да, я всегда сомневаюсь. Не потому, что там я как бы в чем-то не уверен, но нет абсолютно никакого. Ты не понимаешь, где у тебя хорошо, где у тебя плохо до того момента, пока ты не сделаешь что-то, а это что-то не заживет своей жизнью. Все равно, когда ты какую-то песню сделал, ребенок такой неокрепший, маленький, да, И вот пока он не станет взрослым, и ты не поймешь, насколько вот он получился. Поэтому тут очень важно, именно, что очень важно для творческих людей, это критическая оценка людям, которых ты доверяешь. есть такие люди, которым я доверяю, которые, в принципе, практически на 90% мне говорят, что вот это так, а это вот так. Но именно тем, которые доверяю, которые не будут говорить тебе какие-то комплименты ради того, чтобы просто поддержать тебя, а какая-то вот такая здоровая критика. Потому что, когда ты что-то создал, когда ты что-то придумал, ты критически к этому не можешь относиться, как бы ты не захотел. Потому что это вот, типа, ну вот, как говорят многие композиторы, какая ваша любимая песня, последняя. Ну, крайняя, как они говорят, да? Поэтому очень важно, чтобы кто-то с стороны тебе сказал, так, старик, ты, говорит, хороший, но здесь тебе плохо, здесь это не надо. Вот такой вот критерий оценки. Жесткий отбор. Здоровая критика еще никому не повезала. Я очень люблю, когда меня ругают, но по делу. И поцелуями обратно возвращается, и звезды превращаются, и в небе рассыпается, но я, мой красавица. Ну, может быть, сейчас задам достаточно стандартный вопрос, но все равно у меня интересный и любопытный. Где вы черпаете вдохновение? Я долго думал над этим. Знаете, я вот черпаю вдохновение в людях, в общении. Вот, опять же, вы мне какие-то вопросы задаете, да, я вот что-то раз, и мне как-то вот что-то там, может быть, что-то родится про вдохновение, откуда я черпаю. Путешествия. То есть я достаточно часто путешествую, езжу. Опять же, какие-то прогулки. Просто люблю ходить по городам. Вот приезжая в какой-то город даже, знаете, вот для меня час по городу пройти, просто пройти. Я люблю европейские столицы какие-то, но не парадные их какие-то фасады. Я вот приезжаю там, тоже в Хельсинге, да, часто бываю там, сажусь в метро, еду куда-нибудь в Уассари, там, в какой-нибудь спальный район. Просто интересно. Вот люди как живут, просто походить там, в том же Стокгольме, там, не знаю, в Париже. То есть для меня вот какое-то переключение на что-то, какие-то, какое-то погружение в какую-то вот реальность, там, в действительность, оно дает какие-то толчки, которые позволяют что-то такое вот написать. А вот в курортном районе часто вы любите прогуляться, окунуться? я очень люблю вот этот частный сектор, там, на велике поездить, погонять. У меня здесь знакомые живут, я к ним часто приезжаю, вот у них здесь свой дом. Мне очень нравится, прямо целая прогулка такая, посмотреть, у кого какой дом, где что стоит. Мне очень нравятся старые дачи, которые здесь еще не так много, но они остались еще здесь. Вот, так что, ну и, конечно, мое любимое место, это залив. Во всех его проявлениях, начиная вот от Столецка, кончая там, в Зеленогорском, это, конечно, любимое место для проведения какого-то отдыха, вдохновения. Летом я здесь, если что, если тепло, то в дюна где-нибудь там. Так что, уважаемые зрители, не удивляйтесь, если вы встретите здесь Олега Попкова, прогуливающегося вдоль залива. И еще один, ну, на мой взгляд, тоже такой вопрос, который часто задают журналисты, но он много что объясняет. Что вы слушаете в машине? Хороший вопрос. Значит, машина, делится музыка для машины делится на два типа. Это то, что сведено в студии, это дополнительный источник контроля. Вот свел, поменяешь экулистическую обстановку и слушаешь, что как звучит. Это как бы первый момент, как бы рабочая атмосфера. А вторая, это то, что, подо что можно петь. В частности, я почему-то полюбил опять «Льдорадио». Вот теперь, включая там старые хиты там Алтана Джона, там, «Металлик» и еще каких-то коллективов, которые, может быть, не часто так звучат. Это для того, чтобы можно было с ними просто попеть, потому что едешь в машине и поешь с ними какие-то вещи. А так вот фоном, я не знаю, можно говорить, нельзя, но мне нравится 105,9. Я люблю какой-то… Монте-Карло. А, да. Потом люблю какой-то просто какой-то лаунж. Но, честно говоря, вот на машине ездить я не очень люблю, потому что ездить люблю, а вот стоять в пробках не люблю. Кто же любит стоять в пробках? Покажите мне этого человека. Хотя есть у меня, кстати, я с одним редактором в Москве разговаривал с девочкой, там, на какой-то программе, он говорит, а я, говорит, люблю, я вообще в машине в пробках стоишь, там, можно кучу дел сделать, с кем-то поговорить. Наверное, ты переключаешься, мобильный телефон, какая-то есть жизнь в этом смысле. Я люблю просто, чтобы было движение физическое еще какое-то. Может быть, веломобиль бы меня спас, наверное. Шутка. Может, кто-то любит пофилософствовать, подумать о вечном в пробках. Я вечно люблю это сделать перед сном больше, чем в пробках. Я перед сном пробовал философствовать, очень быстро засыпаю. Как вам это дается? Ну, я смотрю, что нравится вам все-таки тоже разная музыка. И разную музыку, как мы сегодня выяснили, вы пишете, от гимнов до поп-музыки, да? То есть, это такой спектр достаточно широкий. Вы как считаете, вы можете себя назвать универсальным композитором, скажем так, условно назовем это? Вот опять интересный вопрос. Опять, сейчас я буду думать. Знаете, мне не то, что нравится разная музыка, мне нравится качественная музыка. То есть, я не могу сказать, что я приверженец какого-то жанра. То есть, я в своей жизни играл музыку от классики, там, джазом занимался, когда это было можно, возможно. То есть, я не могу сказать, что я что-то не люблю, что я не люблю, какие-то жанры. Я люблю, чтобы все было сделано качественно. Поэтому где-то, видимо, я, конечно, универсальный композитор, хотя, в общем-то, больше специализируюсь на поп-музыке. В этом мое, скажем так, призвание. Я очень люблю, когда какие-то креативные вещи появляются именно в аранжировках, какое-то новое решение, какое-то интересное. И ты думаешь, блин, вот люди пришли к этому, а ты не пришел. Как интересно. Бывает, что так, как-то завернут, какой-то такой звук ставят, какой-то такой ход. Вот, в принципе, ничего нового не придумывается, но вот эта площадочка, на которой мы топчемся, знаете, она вот минимальная, да, вот чуть лево, чуть право, и ты уже где-то повторяешься. Поэтому вот втиснуться в этот зазор, который еще свободен, найти что-то какое-то свое свежее, в этом самое главное, самое главное, вот адреналин поймать. Это, конечно, очень вдохновляет, когда у тебя получается. Очень увлекательно. Я бы вас слушала и слушала. Я бы говорил, но я эти темы люблю, да. Спасибо за вопросы вам, да. Олег, вот наша программа выходит в преддверии такого праздника, Международный женский день. Я бы сейчас очень хотела попросить вас поздравить наших телезрительниц, которые нас смотрят сегодня с этим праздником. С удовольствием это сделаю, потому что очень много женщин, девушек слушают мои песни, и очень многие песни написаны специально для вас, потому что я считаю, я уверен, и я повторюсь, вы действительно вдохновляете нас, мужчин, и на подвиги, и на какие-то, и на то, чтобы сделать вас счастливым, потому что в вас мы видим свое отражение, и в вас мы видим смысл нашей жизни, потому что вот даже если, допустим, на секунду представить, что вас не будет, то не будет вообще ничего. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы есть, мы будем вас всегда любить, беречь, с праздником вас, дорогие женщины, будьте счастливы, любимы и здоровы, спасибо вам большое. И вас, я, Вера, тоже поздравляю с наступающим 8 марта, спасибо за потрясающие вопросы, вы отличная ведущая, я вам желаю счастья, здоровья, будьте всегда на волне, на своей, с наступающим праздником вас. На волне, залив ТВ, да. Спасибо вам большое за этот увлекательный диалог, было очень интересно послушать ваши мысли. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok